В эфире на Финам.ФМ очередной разговор цикла слова и молчания, в котором мы пытаемся говорить об основах и особенностях мира устройства, об опыте его осмысления, в том числе и историческими средствами, но и о том, чем все это оборачивается в нашей жизни, и о тех вопросах, которые возникают на этом, в общем-то, извилистом пути. Меня зовут Дмитрий Несветов, и сегодня у нас не совсем обычный разговор, в силу того, что второй раз за всю историю цикла у нас есть тематическая привязка. Обыкновенно темы и сюжеты для наших разговоров рождаются, не задаются, а рождаются в процессе. Так вот, сегодня у нас есть некое календарное требование, и я бы даже сказал, повод, мимо которого довольно трудно пройти, говоря, по крайней мере, об особенностях мира устройства. Речь идет о столетии одного исторического и, как мы сегодня, я надеюсь, поймем, символического события, о столетии гибели Титаника в водах Атлантики. Отшумели основные разговоры на эту тему уже, и новые какие-то факты, новые программы, передачи, книги и прочее. И вот у нас появилась возможность это как-то попробовать осмыслить в спокойной обстановке. Так вот, в этом контексте и вокруг, со всем корпусом темы и смыслов вокруг этого события, мы и будем говорить сегодня с нашим гостем. Наш собеседник, историк, исследователь такого рода таинственных, загадочных явлений, специалист и автор книг, монографий и исследований о враче-поэте-предсказателе Мишеле Настрадамусе, не только о нем, Алексей Пензенский. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Митя. Верный, точно угадывать эти вещи. Но между тем, все-таки вернемся к событию столетней давности. Фактура этого события хорошо известна. Горы книг, горы литературы, десятки фильмов и игровых, и документально-исторических и так далее. Но, тем не менее, мы все помним, что в ночь, мерзлую на 15 апреля 1912 года по пути из Саут-Гемптона в Нью-Йорк, затонул крупнейший по тем временам пассажирский огромный восьмипалубный лайнер под названием «Титаник». Из двух тысяч, двухсот с лишним человек, более полутора тысяч не спаслись в этой истории. Мы о символическом сейчас еще, конечно, поговорим. Но, Алексей, вот в самой фактуре того, что произошло сто лет назад, что вам кажется еще очень важным и полезным для осмысления, в том числе для символического осмысления, в самой хронике того, что произошло? Вы знаете, я начну, пожалуй, с самых бытовых моментов. Меня в свое время, когда я ознакомился со всеми нюансами этой катастрофы, меня, ну, конечно, поражает число жертв, поражает быстрота, настораживающая быстрота, с которой корабль пошел ко дну, но это больше, конечно, имеет отношение к символизму истории. Но меня потрясли, скорее, истории, связанные с выжившими людьми. Особенно, конечно, цепляет история корабельного Кока, который, почувствовав удар каким-то шестым чувством, понял, что произошло, спустился в камбус и начал пить крепкий алкоголь. Бутылка за бутылкой. Если кто помнит фильм с Ди Каприо, он же там появляется. Насколько мне известно, изначально в режиссерской версии у него была там даже говорящая роль. А в итоге мы видим просто человека, который хлещет джин и поглядывает на героев, привязав себя к... Откуда висит на корме, да? Да, 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 на корме. Вот, после чего его постигла судьба остальных, находившихся на корме, это в реальности, да, он оказался в холодной, мягко говоря, воде. Он подплывал к шлюпкам, получал удары веслом, чуть не погиб, но, тем не менее, по пьяни он как-то очень хорошо держался. В нём получалось там по подсчётам то ли 2-3 литра крепкого алкоголя, при том, что он, естественно, в такой холодильнике не опьянил. И когда всё закончилось, когда кто-то сжалился над ним просто, когда он схватился за шлюпку, в которой были места, и над ним сжалились, втащили его в шлюпку, он выжил, и он не подхватил даже простуду после вот этой истории. И таких моментов там было достаточно много. И когда мы пытаемся сделать выводы для себя, насколько тут вообще возможно какие-то выводы сделать, прежде всего я призываю слушателей не фиксироваться на негативе, а обращать внимание на то, что, ну, скажем, даже в Хиросиме было много выживших людей. Вот были люди, которые там в последний момент, в последний день перед бомбардировкой почему-то вдруг вспомнили про дела в других городах и уехали из города. Вот это, опять же, тема такая часто поднимаемая, да, почему на самолёты, которые бьются, больше всего опоздавших. Больше, чем обычно. Да, 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 вот чем положено вроде бы по статистике. Очевидно, существует какой-то информационный пласт, который находится во вне логической области, и к которому человек может подсоединяться даже, может быть, помимо своей воли и превыше своего понимания. И история с «Титаником» и всем, что с ним связано, она, конечно, таких примеров являет множество. Не говоря уже о прообразе героя Ди Каприо, там же тоже был молодой офицер, художник, но его биография развивалась иначе. Он как раз уцелел. Но катастрофа причинила ему такую психическую тяжёлую травму, что даже уже приняв потом участие во Второй мировой войне, он не смог дальше с этим жить, он покончил с собой. Вот судьба двух выживших людей. Вот это меня зацепило. Я на такие вещи смотрю исключительно через призмы отдельных индивидуальных людей, просто потому что по неволе сам себя начинаешь с ними ассоциировать. Вот и всё. А как бы ты повёл себя в этой ситуации? Что бы с тобой стало или могло стать? Потому что, конечно, никто не знает, как он поведёт себя в этой ситуации. Безусловно. Для меня тоже очень важным элементом этой метафоры, вот маленькое тоже добавление чисто личное, была, это действительно метафора, безусловно, и вот таким очень важным фрагментом, причём именно конструктивным и жизнеутверждающим, была история поведения Иде Штраус. Вы помните, наверняка, жены довольно богатого коммерсанта, которая отказалась садиться в шлюпку и предпочла остаться с мужем на борту. Наверняка таких историй было много, просто истории Иде Штраус более известны. А оркестр, который до последнего играл, совершенно верно. А капитан Смит, в конце концов, который даже не рассматривал варианта оставления корабля. Да, это всё очень важные фрагменты, но в целом о том, как читать метафоры исторически особенные, что с ними делать, мы обязательно поговорим. Сейчас мы должны прерваться на новости короткие и через минуту вернёмся. Не уходите, мы скоро. Это слово и молчание. Я напомню, что мы сегодня говорим с историком Алексеем Пензенским. И такая стартовая тема для разговоров о всяких хитростях мироустройства – это столетие гибели Титаника. Мы обязательно вернёмся вот к тому, о чём вы начали говорить до первого перерыва. Обязательно вернёмся, потому что у меня есть тоже о чём здесь поговорить, какие вопросы, какие понимания попробовать на этом выстроить. Но сейчас всё-таки я хотел бы чисто исторически и опять же символически попробовать объяснить всё-таки, что для нас сегодня, по прошествии ста лет, как бы уже должно быть всё прочитано. И знаки, и символы, и метафоры. Что-то ведь явно нам пытались таким образом объяснить. Вообще у меня есть такая доморощенная, подкреплённая ранними экзистенциалистами, теория о том, что мир время от времени пытается вступить с нами в диалог. И использовать для этого доступные им средства. Мне кажется, что вот события столетней давности, и не только они, конечно, их много, но вот коль скоро мы о ней говорим, события столетней давности – это была попытка такого диалога. С вашей точки зрения, что это было вот в этом смысле? Это ведь явно совершенно некое назидание, это же очевидное предупреждение о чём. Вот понятно, что гибель теплохода даже с таким количеством жертв на фоне всей той мясорубки, которая развернулась кровавой в XX веке, и всего того, что мы с вами видели, – это, как говорил Остап Бендер, некое подобие детской игры в крысу. И, тем не менее, это событие привлекает, оно зовёт, оно явно, значит, больше, чем оно вот как бы по фактуре есть. Вот с вашей точки зрения, что это было за упреждение, о чём нас пытались говорить? Я считаю, что мир ведёт с нами разговор всегда. Просто когда мы перестаём его слышать, он повышает голос, ну, совсем как человек. А когда мы игнорируем и повышение голоса, он бьёт кулаком пост. Мне представляется, что гибель Титаника подвела фактическую, не хронологическую календарную черту между столетиями, и, собственно говоря, новые истории и новейшие. А фактическую – это означает, что история кончилась, начинается современность. Первым таким предупреждением, ну, из тех, которые мне приходят на ум, это уже было ведь не первое. Первое было Тунгусский метеорит. Потому что если бы он упал чуть позднее, если бы Земля успела повернуться на какой-то градус, под ударом оказалась бы густонаселённая Западная Европа, и там мало не показалось бы, как говорится, никому. И резко возрастала бы вероятность падения его на крупный город, в том числе, может быть, даже на европейскую столицу. Во всяком случае, жертв было бы гораздо больше, чем вот эти несчастные животные, которые пострадали при падении Тунгусского дива. И отмотаем плёнку чуть назад, вспомним романы Уэллса. Не праведческий остров доктора Мора, да, а, скажем, его технократические такие утопии. Ведь казалось, в девятнадцатом столетии, в последней четверти, этот же пафос утверждал, кстати говоря, и Конан Дойл, что линейное развитие знания приведёт к всеобщему счастью очень быстро. Это на тему потом, когда иронизировал, или в своих записных книжках. Вот, казалось, будет радио, и будет счастье. Радио есть, а счастья что-то нет. Шестидесятники наши шутили на те же самые темы. Вот сейчас вот какой-то там электромагнитный дроссель под дороги подложить, и наступит счастье. Да, да, да. Совершенно точно. Такая своего рода инфантильная воодушевлённость, но нельзя осуждать этих людей в девятнадцатом веке, потому что, в конце концов, они были первыми, они не знали, что будет дальше. Тем более, что научно-техническая революция конца девятнадцатого, второй половины девятнадцатого века, она вроде бы давала все предпосылки. Открытия сыпались из рога изобилия. По сравнению с нынешними временами, это был просто клондайк, как говорил Жеглов. И каждое изобретение действительно способствовало улучшению жизни. Да, научились различать яды, находить в тканях. Значит, будет меньше безнаказанных преступников-отравителей. Менделеев разработал свой периодический закон «Значит, мы больше знаем о строении вещества» и так далее, и так далее. Так и было. И казалось в какой-то момент, что наука вообще открыла все. Ну, до тех пор, пока супруги Кюрини обнаружили явление Манация и Радия. Но это отдельный разговор. И тогда ведь еще не знали, что наука и техника могут быть поставлены на служение целям, воистину достойным пещерного века. При том, что древние оказались во многом мудрее. В книге пророчеств Леонардо да Винчи, да, у него была, кстати, и книга предсказаний, есть одно короткое предсказание. Творение человека станут причиной его гибели. Всего-то навсего. Слепая вера во всемогущество техники и в ее однозначно гуманную, гуманистическую, что ли, суть, она перешла уже в характер, пожалуй, верования. Или верования. Вероисповедание практически. Ну, ведь атеизм господствовал. С конца 19 века школы секуляризировались по всей Европе. Вот, и привело это все, и этот знак, и это событие с гибелью Титаника, оно, как мне кажется, когда мир возвысил голос окружающий, он преследовал двоякую цель. Во-первых, показать, что техника несовершенна. И второе, что полагаться на нее нельзя. И второе, что у возможностей человека есть предел. Согласен с вами абсолютно. Единственное, добавил бы вот какую вещь. Может быть, даже пошел бы чуть дальше, чем вы. Вот в каком отношении. Согласен абсолютно, что это, безусловно, грани веков. Для меня, собственно, вот это европейское просвещенное викторианство закончилось 15 апреля 1912 года. Когда, да, стало понятно, что промышленная эпоха должна быть заменена чем-то совсем другим, цивилизационно другим. То, что потом назвали, условно говоря, индустриальной. И вот это была та самая грань. 19-й век закончился в 12-м году. Через два года начался второй, с моей точки зрения. Потому что вот это коллективное безумие, которое началось в августе, в сентябре 14-го года, буквально через действительно два с небольшим года. мы последствия этого безумия разгребаем по сей день. Во многом. И, по крайней мере, весь 20-й век точно разгребали. Ну, это понятно. Это как раз вещь более-менее ясна. Понятно, что движение могло быть только из Старого Света в Новый. Потому что за новой жизнью, за новыми смыслами, за новыми ценностями европейцы ехали в Новый Свет. И поэтому здесь вектор имеет особый символический смысл. Да, ведь он не на обратном пути погиб. Совершенно верно, а именно на том. Причем и в первом своем рейсе. Мне, кстати говоря, в скобках замечу, главная претензия к фильму Кемерона. Я видел все прежние. Не все, кроме, пожалуй, немецкого, который был снят в 43-м году. Мы еще поговорим об этом. Так вот, главная претензия к фильму Кемерона стоит в том, что он сделан с точки зрения технологической действительно блестяще. Но он заложил, видимо, в сценарии были заложены вот эти идеи разлома эпох. Потому что совершенно не случайно, что главный герой художник. Это очень важно, потому что ведь модернизм происходил во всех пространствах нашей жизни. А в искусстве, в художественной сфере осмысления реальности и мира это происходило наиболее заметно и болезненно, может быть, потому что все эти декадансы, все эти вот разламывания прежних стилей, все индивидуализации и так далее. Совершенно верно. Так вот, я к чему? К тому, что здесь ведь, мне кажется, это не только фиксация вот этой грани, это еще и действительно предупреждение. 20-й век, как мы с вами знаем, был веком модернизма. Модернизм не только в смысле искусства, в смысле промышленной жизни, в смысле создания неких новых качеств. Он был еще и модернистским с точки зрения идей. И он был фактически весь подчинен, по крайней мере, двум главным модернистским идеям, родившимся раньше, но реализованным в 20-й веке. Идеи социалистической, идеи либеральной. В основе их лежит тот же самый универсальный рационализм, который рождался еще раньше. Но дело не в этом. Дело в том, что мы оказались свидетелями практически к концу 20-го века, оказались свидетелями, ну, если не дискредитации, то, по крайней мере, кризиса этих идей. И вдруг у меня в какой-то момент возникло ощущение, что это предупреждение было не только даже об этом, а о том, что сама парадигма развития, о которой вы сказали, вот в самом начале, сама парадигма, сама идея вот этого вечного обновления, вечного прогресса, это ложная идея, это ложная парадигма. И что, вот как у Маяковского, да, там, за горами горя, солнечный край непочатый, горы горя мы получили, а солнечного края это что-то как-то не очень. Может быть, Титаник или события такой же символической силы в начале прошлого века предупреждали нас о том, что в этой парадигме что-то не так, в парадигме развития. Может быть, но вообще, вы знаете, Дмитрий, я вот своим студентам всегда говорю, что вообще-то игра еще не кончена. Это правда. И действительно, обе идеи пережили и переживают кризис, но что там будет дальше, никто не решится предсказать. Предсказывают, конечно, предсказывают, да, но я не решусь все эти прогнозы, пророчат, это к Михаилу Делягину сказать. Вот, но еще ничего не ясно. Но вообще хочу просто добавить, с вами здесь не поспоришь по поводу фильма Кэмерона, но я хочу добавить, что когда режиссер снимает фильм о прошлом, он на самом деле всегда снимает фильм о настоящем. О настоящем, согласен. Потому что и вот в этом плане любого рода такое историческое кино, кино на историческом материале, оно всегда является собой блестящую иллюстрацию, это как бы срез текущей реальности, чаяний, ожиданий. Я поэтому, кстати, с таким огромным интересом смотрел художественный фильм о Высоцком, к примеру. Вообще любой фильм, это всегда саморазоблачение текущей эпохи. Согласен. И вот фильм 43-го года, германский, тоже он говорит больше о том времени, когда он снят, чем о конкретном событии. Но тем не менее, там вот, я не договорил, да, действительно, про Кэмерона, там идея в том, что вот то, понимаете, это могло получиться невероятно эффектной культурологической рефлексией, но не получилось, потому что он ушел вот во всю эту технологическую синьку, во все эти вот... Ну, я так понял этот фильм, что вот техника-то новая, а люди остались прежние. Вот классовое общество, вот эта жесткая стратификация, вполне себе американский демократический подход к критике, который, кстати, совпадал с корпоративной критикой, потому что пара эпизодов из германского фильма заимствована просто им, когда его приковывают к трубам. А, к наручникам. Да-да-да, это же взято оттуда. Вот, поэтому, в общем, сделали такую этическую, чуть было не сказал мелодраму, нет, конечно, это не мелодрама. Вот, я этот фильм посмотрел с очень большим опозданием. Я его, по секрету вам скажу, посмотрел только три года назад. И это, знаете, у Станислава Лема был персонаж, который читал газеты не в день их выхода, а через пару недель, чтобы они отлежались. Дали соку. Вот так вот этот фильм отлежался. И я посмотрел, кстати, получил огромное удовольствие, потому что, ну, у меня не было завышенных ожиданий. Все-таки вот это могло быть действительно некое полотно, некое объяснение того, что было с нами в 20 веке, но не дотянул он вот как бы содержательно-драматургическую часть. Он ушел вот в эту стрелялку, в эти технологические все страсти. И в истории двух молодых людей. И в истории двух молодых людей, что мило, конечно, чудесно, но можно было больше объяснить все эти. Ну, неважно, бог с ним, с Кевероном, мы сами пытаемся что-то себе объяснить. Поэтому сейчас мы прервемся еще на один фрагмент новостей, и опять же очень скоро вернемся. Не уходите, мы говорим об интересных вещах. Это слово и молчание. Мы продолжаем наш разговор о символическом в истории с историком Алексеем Пензенским. Алексей, вот следующий наш фрагмент я бы хотел посвятить вот чему. То, что мы немножко зацепили в самом начале разговора. Это вот то, что вы назвали неким пластом, неким вот таким плохо осязаемым и осмысливаемым пространством. Невидимый интернет. Невидимый интернет, да, невидимое некое информационное поле. Ведь об этом много написано, много сказано, в том числе всяких глупостей. Но вот мне, например, всегда очень убеждал в том, что нечто подобное есть. Ну, скажем, знаменитая мысль Мартина Хайдегера, которую очень люблю, на которой говорил, что никогда бытие не протекает в рамках причинно-следственных связей. Или там его коллеги-экзициалиста Карла Ясперса о том, что история имеет глубокий смысл, но он недоступен о человеческому познанию, по определению. Я знаю, что вы очень любите и часто вспоминаете замечательную, мне она тоже очень нравится, мысли Иоганна Вильгельма Геоте, о том, что великие события... Отбрасывают тени назад. Я вот к чему? В нашем случае, ну, часто в связи с событиями столетней давности вспоминается роман одного английского билетриста, написанный там за 14 лет, который назывался «Тщетность», да? Моргана Робертсона. Моргана Робертсона, да. О том, что там вот как-то за 14 лет до всех этих событий, понятно, что не прямо провицательно, но, тем не менее, очень важные штрихи, нюансы. Особенно в техническом отношении. И в техническом отношении какие-то названия там попадались, какие-то, может быть, событийные параллели и так далее. По крайней мере, предвосхитило все то, что произошло в апреле 2012 года. К той же категории относятся тоже довольно известный случай, эпизод, это сбежавший кочегар, дезертировавший, да, насколько я помню, то ли во французском, то ли в ирландском порту, перед переходом через Атлантику из экипажа Титаника и так далее. То есть есть какие-то очевидные совершенно вещи, пространства, которые каким-то неосмысленным, подсознательным образом, тем не менее, дают нам, может быть, не всем, но кому-то очень точечно и адресно, понять, что вот нужно делать что-то, вот что-то определенное сделать, иначе произойдут какие-то необратимые события, и все. Вот как вы это объясняете для себя? Почему это происходит? Что в этом? Это действительно диалог мира? Или мы не знаем, нет вот такого линейного деления между настоящим, прошлым, будущим, между событием и его тенями вперед и назад, и так далее. Как вы объясняете эту нелинейность для себя? Как историк, как специалист по этим вещам? Ну, известно, что по старой, по старинной концепции, скажем так, в объективной идеалистической парадигме перед лицом Всевышнего нет настоящего прошлого и будущего. Время едино. И при определенных условиях простой смертный может оказаться восхищенным. вот на ту наблюдательную точку, где время видится в виде сплошного потока. В мир платоновских идей. Да, да, кстати говоря, именно, именно. И увидев что-то в волнах, он может сделать надлежащие выводы. Собственно говоря, в этом заключалось всегда ремесло оракула, пророка, прорицателя. Неспроста же оракул, например, древние оракулы, они изрекали двусмысленные, да, загадочные фразы, потому что он явно что-то увидел, но рационально истолковать не смог. Это наш вообще рациональный век. Потому что люди довольны, греки с благодарностями расходились по домам, послушав оракулы, потому что это наш рациональный век, потребовал уже таких пророчеств, чтобы в них совпало все, вплоть до имен и отчеств. Вот, иначе просто такого человека даже слушать не будут. Ну, как в песне Высоцкого про Кассандру. В том, что касается восприятия вот этого потока, мне представляется так, что вот этот диалог, он ведется всегда, что это скорее монолог, который человек может слушать, а может и не слушать. И здесь каждый делает выбор. Так называемые серьезные люди, они предпочитают затыкать уши. Это не разовое действие. Иногда мир все-таки хватает их за руки и оттаскивает их от ушей. И эти моменты для людей такого складания достаточно неприятные. Все здесь очень индивидуально. Люди же все-таки, да, в общем-то все разные. Я понимаю, что это не бесспорное утверждение, но тем не менее. Вот. Ну, ошибки, да, ошибки у них у всех одинаковые. И в результате то, что происходит, да, иной раз вот бывает так, что вроде бы у тебя никаких предчувствий нет, вот по крайней мере в верхнем пласте, то, что ты в себя чувствуешь. Но в какой-то момент, когда в результате наступаешь на грабли, и они с сухим характерным звуком бьют по лбу, вот бывает такое, а я вот почему-то не удивлен. Я извинюсь за то, что, может быть, несколько снижу планку разговора, но у меня был очень хороший знакомый, который однажды засиделся в привокзальном буфете. Он ехал на поезде в Латвию и засиделся в буфете. Вот он говорит, ну вот как отрубило. Короче, он выбежал, когда на перрон, увидел хвост своего поезда, в котором уехали его вещи и все. Лобовое столкновение было поезда через несколько часов. Он ехал во втором вагоне. Там все погибли. Вот при этом он как раз относится к числу серьезных людей. И он приставал ко мне, спрашивал, что все это значит. Вот я говорю, ну а что ты хочешь от меня услышать? Либо свечку поставь, либо иди дальше всем это рассказывай. Вот это я к тому говорю, что у него не было никаких предчувствий. Просто он говорит, как будто что-то вот блокировалось, я потерял счет времени, хотя у него на запястье были часы. Вот такая история. Мы знаем только то, что мир периодически нас хватает за шиворот, вытаскивает вместе с конем или без коня, там уже как получится. А мы сопротивляемся. Мы можем дико сопротивляться. Иногда мир дает пинка, и многим людям удавалось спастись от грузовика, споткнувшись, упав в сточную каналу. Такое бывает. И самое обидное в этой жизни, что мы далеко не всегда видим потом этот грузовик. И вот ты лежишь в сточной канаве, переживаешь, думаешь, господи, почему же я упал? Ты услышал там какой-то шум, но этот фильм «Трасса 60», да, вот эти вот первые моменты, обезьяньи лапа, вот это колоссальный пласт, кстати, хорошо в той же викторианской Англии разработанный. Вот поэтому я считаю, что судьба наша, по крайней мере, на ближайшие какие-то отрезки временные, она просчитывается, потому что мир видит вектор нашего движения. История с банановой коркой, да, вы идёте, перед вами лежит банановая корка. С того момента, когда вы на неё пошли, уже можно будущее предугадать с той или иной степенью вероятности. До того момента, когда вы прошли эту точку, как модно говорить, красивое слово, точка бифуркации, вот это баш на баш, либо встречу динозавра, либо не встречу. Ну, хорошо. Хорошо, когда есть некое событие, хорошо, когда есть банановая корка впереди. Но ведь мир иногда балуется тоже такими завиточками, такими мелочами, которые уж совсем тяжко заметить. Ну, примеры наверняка вам известны как историк, мой любимый, по крайней мере, исторический пример. Их много, на самом деле, очень много. Но он такой, в определённой степени, печальный, вот в качестве иллюстрации того, о чём я пытаюсь сказать. Ну, вот вы помните, ранней весной 1613 года в город Кострому явились послы, земские послы, да, после земского собора в Москве с благой вестью об избрании на царство и княжение Московское беглого боярина Миньки Романова. Он не хотел их принимать, в конце концов, всё-таки с матушкой они приняли этих послов в Троицком соборе Ипатевского монастыря, где и прошёл, собственно, чин призвания на царство. Уговорили, согласился. То есть, Троицкий собор Ипатевского монастыря как первая точка династии Романова, Михаила Фёдоровича Романова как первого московского князя, великого князя и царя. Спустя 300 лет другой Романов государь Николай Александрович в летом, в июле 18-го года такой домосед и семьянин тихий, уже отставленный от трона волею, окаянной воле новых властей, был приговорён и казнён вместе со своей семьёй и близкими, где в доме горного инженера, по-моему, Николая Николаевича Ипатьева, который и был знаменит тем, что это Ипатьевский дом в Екатеринбурге, и так далее. То есть, первый Романов Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Костроме, и последний Романов Ипатьевский дом, подвал Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Завиток. Да, круг замкнулся. И, понимаете, вот я, когда историкам, источниковедам задаю этот вопрос, они склоняются, конечно, к тому, что это, безусловно, совпадение. А совпадение не бывает. А совпадение, это что же воля? А это в этом-то висит смысл. Вот, Алексей, вот как, понимаете, это же точно что-то значит. Это же точно не просто так. Это точно нам... И, повторяю, таких вот мелочей, завитков чрезвычайно много и в истории, и в нашей повседневной жизни. Так вот, каково должно быть правило, верного, конструктивного, может быть, метафизического, если угодно, отношения к такого рода вещам. Как их ловить, как их прочитывать и прочитывать верно? Это же колоссальная проблема, колоссальный вопрос, который я, например, на который ответ не имею. Мне из этой же серии ближе, пожалуй, история с школьной тетрадкой Наполеона, сохранившейся, не доведенной до конца, но последняя запись которой, сделанная рукой юного Бонапарте, гласит «Святая Елена». Маленький остров. Значит, я полагаю, что в случае и с Романовыми, и с Бонапартом, эта закольцовка, она им ничего бы не сказала, она ничем не могла им помочь. Им нет, конечно, это нам только объясняют. Да, да. Я бы, я это читаю так, что действительно великие события отбрасывают тень назад, и что судьбы, ну, чуть не сказал, великих людей, скажем так, что такое величие, судьбы... Ведь известно, что чем больше у человека власти, тем меньше он принадлежит себе. Тот же Наполеон говорил, что у меня такое ощущение, что не я отдаю приказы, и что от меня вообще не зависит ничего. И вот этот вот фатализм Николая после уже отречения, который особенно ярко проявился, я полагаю, что он тоже знал, что он делал. Точнее того, что не делал. Он чувствовал и ощущал больше, чем мы это можем себе представить. И какое для него было облегчение сбросить вот эту корону с головой. И последние его слова, что-что, они тоже, в общем-то, не были криком о помощи. Вот. Это урок нам. О том, что, скажем так, революция происходит не тогда, когда мы этого хотим, а когда они этого хотят сами. Что это нечто вроде, да, механизма саморегуляции системы. Вот там, когда говорят, не должно быть революции, ну, это как я буду кричать на улице, долой температуру повышенную. Болезнь не спрашивает, она через температуру выходит. И вот так. Если бы революция не была революцией, вернее, если бы ее можно было предотвратить, она не была бы революцией. Совершенно верно. Совершенно верно. Это можно там играть словами, революция сверху, революционное преобразование, но факта это никакого, как говорится, не дает. Вот. По поводу смысла, это, безусловно, урок нам, что эти люди в руках, что все они подвешены на струне, на определенные нитки. И чем больше я преподаю студентам, ну, я перевожу им с научного на молодежный язык, стараюсь. Кстати, это бы будущие журналисты все, я в институте, с которой связано с журналистикой преподаю. Вот я с каждым годом все больше и больше убеждаюсь в том, что это очень красивая не шахматная партия, а шахматная партия, это все-таки нечто упрощенное, что история – это очень красивый процесс со своей логикой. И действительно, исторические фигуры играют часто роль шахматных фигур с той лишь разницей, что периодически там ладья пытается забастовать и возомнить себя либо пешкой, либо наоборот ферзем, и тогда она слетает с доски. Вот. Понял. Как-то так. Логично. Хорошо. Мы снова должны уйти на минутные новости и через очень короткое время вернемся, не уходите, мы говорим о нас. Это слово и молчание, и я напомню, что сегодня с символическим в истории мы говорим с историком Алексеем Пензенским. Алексей, давайте немножко продвинемся поближе в наше время к нашим уже символам, которые, понимаете, вот хорошо так с позиции 100-300 летней давности, с такой… Сидя на красивом холме. Сидя на красивом холме, прочитывать все эти вещи, да, назидательно, да, важно, да, плохо, чтобы просмотрели раньше и так далее. Но ведь символы и события, которые происходят вокруг нас, ну, в такой перспективе нашей земной, да, биологической жизни, они-то в силу, в том числе, инфантильности эпохи, они-то вообще почти не прочитывают. Совершенно верно. Вот это большая грусть. Ну, первое, что очень сильно цепляет в качестве такого примера, примера такого явно совершенно символического события, это то, что у нас было 10 с небольшими лет тому назад. Для меня, например, 20-й век закончился в 91-м году, когда перестал существовать биполярный мир, и перестали быстрым образом перемешались ценности и политические, идеологические, и национальные, и вообще перестали существовать как понятия. Неважно, с этим связано очень тоже много аллюзий. Но вот 21-й век вступил в свои права с 10-летним опозданием, с такой, с паузой, дав нам возможность как-то отрефлексировать и попробовать что-то сделать. А для меня 21-й век и вообще новое время началось как раз 11-го сентября 2001-го года. И дело не в том, что там были совершены террористические акты, которые, да, конечно, были совершены, но мы-то с вами понимаем исторически, что такие террористы. Террористы — это маргиналы. Это не эти люди определяют смыслы, по крайней мере, так. Но масштаб этого события, особенно, как сказали бы в Стародавне Универена, спектакулярность этого события. Весь мир это видел. Совершенно согласен. Вне зависимости от того, кто на самом деле за ним стоял, это, в общем, вторично. Это точно символично. И вот мы... Вот у меня есть такое стойкое ощущение, что событие... Это событие, оно явно совершенно символическое и знаковое, и метафорическое. Оно вообще не прочитано. То есть его вообще никто не понял. И никто и не пытался. Ну как, я пытался, но на меня смотрели, крутили пальцем у виска. Вот. И я тогда махнул рукой. Я как раз тогда работал над книгами о Нострадамусе. Вообще отношение к большим событиям, как к знамениям, это же событие, это же очень древняя традиция. У Нострадамуса это одна из форм предсказаний будущего. У него, в его сборнике Катренов, пророчествах, у него едва ли не треть Катренов, треть, четверть, она как раз на это завязана. Наводнение, смывается мост. От землетрясения рушится колизей, где собрались посмотреть люди на невиданное зрелище. Падает, рушится, складывается здание театра. Рождается чудовище с двумя головами, с четырьмя руками. Генная мутация. Какое-то невиданное животное выброшено на берег. Необычные явления в небе. Летающие щиты, три солнца, Паргелий и так далее. Все это, землетрясение, крупный град, вихрь, нашествие саранчи, это все было знамением. По которым, соответственно, можно было предугадывать, что, например, если родится ребенок с уже проросшими зубками, это означало, что грядет голод. Была целая коллегия жрецов в Древнем Риме, гору спики, которые как раз собирали со всех земель, подконтрольных к городу, такого рода информацию и выдавали. Тит Ливи об этом очень много пишет. Юлия Абсеквент вообще составил такой дайджест, так и называется книга знамений. И единственное, что, конечно, тот же Тит Ливи подчеркивает, что многие люди с насмешкой к этому относились, и что вообще толковать прадигии предснаменования это удел суеверных людей. Но, тем не менее, такая традиция была. Собственно, были большие прадигии, малые прадигии, откуда все приметы. Это все, кстати, растут ноги из Древнего Рима. У нас кошка перебегающую дорогу, она трансформировалась из зайца перебегающего дорогу, потому что у римлян кошек не было. Ну, а в том, что касается 11 сентября, все-таки прадигии, как таковые знамения, они должны носить характер такой вот внешне безличный, то есть они никаким образом не должны быть рукотворными. Поэтому это очевидно все-таки что-то другое. Можно, конечно, сказать, да, что такое дело выгорело, такой замысел получился, и это уже о чем-то говорит. Это, по-видимому, что-то иное. Это может быть какой-то новый вид, что ли, предзнаменований. Потому что непременно условия прадигии это их внешний характер и никак не зависящий от человека. Вот. Все-таки, да, в крайнем случае стихия. Тоже можно сказать, да, что Титаник затонул из-за людей. Вот. Ну, все-таки... Или из-за природной преграды. Да, да, да. Поэтому насчет 11 сентября я бы сказал так. У нас просто мало еще информации по этому поводу. Это слишком злободневное событие. До сих пор вы же знаете, какие баталии идут словесные. И не только в интернете, да, вокруг того, что это было. Термитная смесь, почему самолет, снятый не в контр-ажур, имеет черный силуэт, что это у него снизу торчит. И так далее. Есть люди, которые это лучше расскажут, чем я. Вот. Мало очень информации. Но то, что после этого мир стал... Мне очень понравилось ваше определение инфантильности. То, что все после этого выродились в камуфляж. То, что господствует полицейщина. И это не только у нас. Общий тренд это идет оттуда. Включишь, бегают какие-то люди с квадратными челюстями в камуфляже. Для меня очень большим показателем срезом реальности был фильм «Шахта». Многосерийный, запрещенный, кстати, на нашем телевидении. Прекрасно снятый фильм. Актеры замечательно наши играют, как выяснилось. Вот. Но там тоже показатель, с каким наслаждением эти положительные герои простреливают ногу ученому. А пафос фильма, что наука опасна, поэтому ее надо взорвать, уничтожить. Вот тогда заживем. Откажемся от всего, от циклотронов, от прививок. Будем жить по 30 лет, ходить босиком по проселочным дорогам, как наши предки. Будет хорошо. Но осталось только еще крепостное право вернуть, наверное. А потом вообще на четвереньки хвосты отрастить и так далее. Понимаете, вот, да, да, я совершенно с вами согласен, что знамение имеет совершенно определенные свойства и свою морфологию прочтения. Согласен. Но, с другой стороны, вот, опять же, отталкиваясь от этого неумения видеть очевидное, понятно, что произошло 11 сентября и какие-то другие события того же ряда, ну, того ряда нет, ну, близкого, по крайней мере, по смысловой нагрузке. Мне кажется, что они вполне могут прочитаны и без фактуры. Ну, ведь, действительно, если к этому относиться, как некой грани, как некой совершенно новой эпохи, но ведь что происходит? Происходит, получается так, что мировые регуляторы остались в прошлом и ничего не регулируют. Там все эти ООН и прочее. Современные войны, войны 21 века не ведутся, как в 20-м, как вообще во всей истории, за ресурсы и за чистую экспансию территориальную. Ну, потому что это точно даже не идеология. Потому что потраченные, условно говоря, 2 триллиона американских долларов на освоение и там на демократию в Афганистане и Ираке, они не вернутся никогда никакой нефти. Конечно. То есть, это даже не за идею, это за некие химеры. Потому что всем понятно, вот эта десятилетняя пауза между 91 и 2001 еще раз всем показала, что насаждение ценностей, ценности золотого миллиарда, так называемого, вот той самой нашей европейской цивилизации, которая сейчас, вот непонятно, что с ней происходит. Хотя вот знак дает нам понять, что как раз таки понятно, что происходит. Так вот, ценности золотого миллиарда просто так не приживаются. А наоборот, слепое и тупое их насаждение вызывает непримиримость и рождает новую, молодую, абсолютно циничную силу, которая уже вполне в состоянии навязывать свои. Которая инфантильна и опасна в силу своей агрессивной инфантильности. Совершенно точно. Для меня, кстати... Такой чистый постмодернизм. Вот такой, вот для меня, извините, перебиваю, для меня 11 сентября 2001 года это такой последний перформанс постмодернизма. Такой вот законченный, вот когда все сказано. Потому что выросли молодые ребята там, которые вообще не знают жизни как таковой, которые не любят детей, потому что то ли потому что не в состоянии сами их иметь, то ли еще по какой-то причине. И которых чешутся руки достать из гаража дедушкины игрушки, которые не использовали с августа 45-го года. Вы знаете, был для меня блестящий, знаменательный для меня фильм «Ягнята для львов» или «Львы для ягнета», я не помню, Роберта Редфорда с Мэрил Стрип. И самое-то страшное и самое обидное, что сам золотой миллиард тоже не радуется. Не радуется. Да. Нам же доводится общаться с простыми американскими, но не миллионерами, но не бедными, скажем так, людьми, что-то они не в восторге от происходящего. У меня есть хороший знакомый, профессор, он говорит, что здесь ему, он живет в районе метро Щелковская, снимает квартиру в панельном доме многоэтажном, однушку, и он говорит сюда, говорит, приезжаю и просто дышу полной грудью. Вот это как, это не анекдот, придумать можно было бы и посмешнее, это правда. А насчет устроителей перформансов подобного рода, еще, что, чему учит история, да, что она не учит ничему, и что каждое новое поколение правителей, постепенно деградируя, да, за последние там несколько десятков лет, они уверены, что в их случае история для них сделает исключение. Я все время вспоминаю другое знамение о двух ногах, ходячее, ходячее знамение, это Швейк, который, да, вот эти истории, которые он рассказывает, это вообще отдельный разговор, я тут перечитываю этот роман, я в ужасе, не дай мне Бог попасть в швейковский анекдот. Это самое страшное, что может быть, тетенька или не тетенька. Да, да, да. Да. Вот, и я все время вспоминаю, да, его цитату, он там цитирует, что настанет момент, и эти короли полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет. Вот. Потом, говорит, выяснилось, что ему ничем заплатить за пиво, и он подрался с полицейским, вот, но это уже была другая история. Поэтому история действительно учит тому, что она не учит ничему, и у нас всегда есть большой соблазн комплекс исключительности, да, или комплекс исключения, что вот такого, что происходит сейчас, не было еще никогда. Бывало. Бывало. И конец немного предсказуем, как в случае с фильмом «Титаник». Нам известно, чем фильм кончится. Вот. Главное, вовремя отскочить, главное, иметь под рукой запас крепкого алкоголя, как было с боком, да, на судне. Главное, вовремя проспать на рейс на «Титаник». Угу. Или сбежать. Да, или сбежать в Ирландском порту. Хорошо. Ну, все-таки, исторически, давайте вот в последнюю буквально минуту нашего разговора побудем Мишелями до Нотр-Дам, да, Мишелями-Нострадамусами, чуть-чуть хотя бы. Ну, помните, да, Шпенглер говорил замечательную вещь о восхитительной бесцельности цивилизации, культур, культур, которая в итоге вырождается в цивилизации. А там Тойнби, который тоже очень переживал за цивилизацию, он говорил, ну, неужели же творческое меньшинство, он его называл творческим меньшинством, не в состоянии ответить на вот эти призывы мира и призывы истории. Так вот, это наше с вами всеобщее сидение на вулкане. Такая инерция этого сидения, инфантильного сидения на вулкане. Вот, в двух словах, как вы видите, во что, куда пойдет дальше мир, вот в цивилизационном смысле, то есть, что изменится в цивилизации золотого миллиарда, каким образом на это повлияет и повлияет ли все-таки новая сила и так далее. Вот какую-то перспективу цивилизационную, культурную, историческую. В двух словах. Я понимаю, что это очень сложно, но я не могу вас об этом спросить. По поводу Шпенглера могу сказать, что уже то хорошо, что творческое меньшинство вышло в финал. Это да. В том, что куда мы идем сейчас, вот я согласен и с утверждениями и Хазина, и Делягина, что сейчас может реализоваться, они со своей, со своего ракурса смотрят там, как политики, как финансисты. Вот я смотрю, как историк, что сейчас возможно реализация самых разных вариантов. Вот как с Фукусимой. Вместо объявленной русско-японской войны второй, третьей точнее, состоялась катастрофа на Фукусиме. Приносим свои извинения. Так и здесь произойти может все, что угодно. Это для меня что означает, что все на данный момент, как это не архаично прозвучит, все в наших руках. Я почему-то зациклен на освоении космоса. И сейчас же там некоторые подвижки происходят не в лучшую сторону. Да уж совсем. Вот как будто мы проходим какой-то последний тест. способны мы подняться выше четверенек, выше потребительства, выше прозябания существования просто ради существования или не способны. Мы можем только вот по двумерной поверхности двигаться или все-таки мы помним, что есть третье измерение. Поэтому еще точка бифуркации не пройдена. Еще мы не подошли к банановой корке. Отлично. Хорошо. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо вам. Мы о символическом в истории и в нашей повседневной современности говорили с историком и исследователем всевозможных таинственных загадочных явлений, специалистом по нострадамусу Алексеем Пензенским. Еще раз спасибо вам большое за этот разговор. Если вам показались интересны темы сюжета и мотивы нашего разговора, вы можете его продолжить на сайте финам.фм на странице слова и молчания. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Услышимся через неделю. Всего доброго. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова